Когда мы детьми первый раз едим вареную еду, в нашем теле образуется первая слизь. Часть этой слизи осаждается на стенках пищеварительного тракта, в то время как остальная часть собирается в очень удобном месте, в легких. Слизь не может оставаться в легких надолго, так как у легких есть механизм, похожий на перистальтику кишечника, избавляющий их от слизи. Слизь выходит из легких и попадает в нос, и вы видите, что у вашего ребенка течет из носа. Когда мы кормим ребенка слизеобразующими продуктами, тогда у него все время будет течь из носа, так как тело старается избавиться от слизи. С точки зрения природы, этот процесс вполне нормален. Вся лишняя слизь выводится из тела ребенка через нос, и легкие остаются чистыми. Но что мы делаем, когда видим, что у нашего ребенка течет нос? Типичная реакция. Я должна помочь своему ребенку и отвезти его к доктору. Доктор прописывает капли в нос. Мы чувствуем себя лучше, так как сделали для ребенка все, что могли. Хочу сказать, что капли в нос не нужны. У ребенка нет нужды в этих каплях. Капли токсичны. Они настолько токсичны, что тело перестает выводить слизь из легких и концентрируется на том, как избавиться от токсинов, занесенных каплями. Тело прекращает очистительный процесс. Нос перестает течь, и слизь идет обратно в легкие. Мы смотрим на ребенка и говорим, да, эти капли помогли, мой ребенок выздоровел. Мы не понимаем, что нос перестал течь потому, что тело сконцентрировало всю свою энергию на очистке от токсичных капель. И что красный текущий нос не так страшен, как легкие, наполненные слизью, и тело, ослабленное токсичными каплями для носа. Между тем, слизистый слой делается все толще. У тела уходит много энергии на очистку легких от слизи. Когда тело накопит достаточно энергии, оно снова начнет выводить из себя слизь. Проходит три месяца, и у ребенка снова течет нос. Что мы делаем? Мы говорим себе, нос, снова потек, нужно звонить доктору. Мы несем ребенка к доктору, который говорит, что нужны более сильные капли для носа, так как слизи стало больше, она более концентрированная, и из-за нее вспухли гланды. Слизь, поскольку она поднимается по трахее и осаждается на голосовых связках, вызвала также хрипоту голоса. Новые, более сильные капли настолько токсичны, что тело опять останавливает процесс по выведению слизи и фокусируется на очистке от этих капель. Этот процесс займет еще несколько месяцев, пока тело ребенка накопит достаточно энергии и снова начнет чистку от слизи. Задумайтесь на минутку. Когда в вашей жизни ваш уровень энергии обычно поднимается выше среднего? Как правило, у вас больше энергии, когда вы в отпуске. Или когда вы просто расслабляетесь в субботу или в воскресенье. А когда вы обычно заболеваете? Разве вы никогда не говорили себе, «Да что же это такое? Как только имеешь свободное время, так сразу заболеваешь». Когда ваше тело получает дополнительную энергию, оно торопится использовать ее, пока вы ее не израсходовали на что-то еще. Ваше тело использует эту энергию на детоксикацию, поэтому мы и заболеваем, когда у нас есть время для отдыха. Чтобы ускорить вывод токсинов и усилить активность энзимов, тело поднимает температуру, что является сложным процессом, требующим много времени и энергии. Чтобы создать температуру, телу приходится тяжело работать. Сердце отбивает в минуту на 20-30 ударов больше, чем обычно. Все гормональные железы трудятся вдвойне, поэтому мы чувствуем усталость. Чтобы сохранить энергию, обычно идущую на переваривание пищи, тело создает такую ситуацию, когда не хочется есть. Язык покрыт толстым слоем слизи, и мы не чувствуем вкуса. Нос забит, и запах еды не может нас соблазнить. Гланды вспухли, и тяжело глотать. Что же происходит, когда у нас температура? Тело начинает потеть, чтобы токсины могли выйти вместе с потом через поры кожи. Вы помните этот липкий и особенно пахучий пот, который выходит из вас во время высокой температуры? Слизь становится более жидкой и начинает обильно течь нос. Что мы обычно делаем при температуре? Принимаем аспирин. Зачем мы это делаем? Может быть у нас развился синдром аспиринной недостаточности? Аспирин в основном состоит из серы, а сера для нас вредна. Наше тело не ожидает от нас такого коварства. Сера настолько токсична, что у тела просто не хватает энергии продолжать эвакуацию слизи. Важный процесс выздоровления останавливается. Все, что интересует тело на данный момент, это токсичный аспирин в крови. Первоочередной задачей является как можно скорее от него избавиться. Чтобы этого достичь, тело работает так тяжело и так ослабевает, что не может даже поддерживать нормальную температуру. Тогда наша температура падает ниже нормы. Мы вынуждены лежать в постели, так как чувствуем себя очень слабыми. Мы ослабеваем не от температуры, а от реакции тела на аспирин. Телу требуется много энергии на очистку тела от лекарств. После одной болезни мы можем не болеть довольно долгое время. Это происходит потому, что в теле не осталось энергии на детоксикацию. Тело должно накопить энергию, прежде чем оно снова может приступить к чистке вашего организма. Поэтому у большинства взрослых никогда не бывает такой высокой температуры, как у детей. Между тем, количество слизи в легких возрастает. Свежий слой слизи прозрачен, а старая слизь может быть зеленой или темно-оранжевой, коричневой или желтой. Чтобы избавиться от этого огромного количества слизи, наше тело призывает на помощь пневмонию. Тело прилагает героические усилия, чтобы избавиться от слизи. Это забирает еще больше энергии, чем даже температура, и мы чувствуем себя очень уставшими. Мы тяжело дышим и храпим. Когда у нас пневмония, мы принимаем пенициллин. Это останавливает вывод слизи и еще больше ослабляет тело. После этого, в течение многих лет, тело не будет делать попыток очиститься. Если не считать небольшой простуды там и здесь, что нельзя считать серьезной детоксикацией. Тело продолжает накапливать избыток слизи в легких, пока только одна треть легких не остается свободной. В теле есть еще небольшое свободное пространство, это носовые и лобные пазухи. Слизь начинает продвигаться туда. Потом тело начинает использовать пространство под кожей. Когда слизь и токсины откладываются в подкожном слое, кожа становится пупырчатой и шероховатой. Потом, когда мы даже чуть-чуть пройдем пешком, мы начинаем потеть, и слизь начинает выделяться через поры кожи. Эта слизь имеет кислую реакцию, она раздражает кожу. Мы называем это аллергией. Как образуется аллергия? Почему она существует? У нас в теле очень много токсинов. Многие говорят, когда я ем цитрусовые, у меня на коже выступает сыпь. Цитрусовые только растворяют токсины и помогают быстрее вывести их через кожу. Это для нее на самом деле очень хорошо. Это также означает, что в теле накопилось огромное количество токсинов. Иногда мы накапливаем в наших телах так много слизи, что начинаем с большим трудом дышать. У нас развивается астма. Мы не можем дышать. Нам не хватает кислорода. Мы настолько переполнены слизью, что не можем вдохнуть полной грудью. Слизь, наполняющая лобную пазуху, находится слишком близко к мозгу, вызывает головные боли и потенциально может привести к мозговым опухолям. Это пространство не предназначено для хранения слизи. Самый простой способ проверить, есть ли у вас в легких слизь, это пробежаться вокруг дома. Если у вас потечет из носа, значит слизь есть. Если вы пробежите вокруг дома дважды и нос не течет, значит легкие ваши чисты. Если когда бежите, вы можете дышать через нос, в вас нет слизи. Наблюдали вы когда-нибудь соревнования профессиональных бегунов? Они постоянно отхаркиваются. Даже если они сидят на вегетарианской диете, то все равно они едят высококалорийную вареную еду, как рис и картошка, что ведет к образованию слизи. Когда бегут сыроеды, у них слизь не выделяется. Я знаю много бегунов-сыроедов, и у них нет никаких проблем со слизью. Им нечего отхаркивать, и они дышат через нос. Им хватает кислорода разговаривать во время бега. Их легкие чисты. Наши тела устроены так, что при беге они очищаются. Человеческие существа должны хотя бы ходить. У нас в теле мало свободного места для накопления слизи. Наши тела созданы в расчете на движение. Мы так устроены, что когда мы двигаемся, легкие начинают усиленно работать и выталкивать слизь наружу. Но если мы не бегаем, и редко ходим, то как же наше тело будет избавляться от слизи? Вместо того, чтобы помогать нашему телу очищаться от слизи, мы прерываем его работу и принимаем аспирин. Тело должно быть очень сильным, чтобы поднять температуру. Мы должны радоваться, когда у нас действительно высокая температура. Будьте счастливы! Ваше тело работает над тем, чтобы вы были здоровы. Когда у вас температура, помогите своему телу и не ешьте ничего. Скорее всего, когда у вас высокая температура, вам и так не захочется ничего есть. Когда я была маленькой, и у меня была температура, я никогда не хотела есть, а моя мама всегда старалась меня накормить. Она давала мне пить горячее молоко. Молоко, смешанное со сливочным маслом или что-нибудь другое в том же духе. Если вы хотите помочь своему телу, то сделайте холодное обертывание или примите душ, чередуя горячую и холодную воду, или полежите в ванне. Ваше тело знает, что ему нужно. Оно знает, хочет ли оно быть накрытым. Но обычно, когда я откидывала одеяло, мама говорила, нет, нет, накройся, а то замерзнешь. Моя мама делала это все в моих интересах. Теперь мы знаем, что самое лучшее, что мы можем сделать, это прислушаться к нашим телам. Мы все токсичны. В Мичигане, куда приезжают на две или больше недель те, кто хотели бы стать сыроедами, приезжих сажают на двухдневную соковую чистку, а затем им дают сок из пшеничной зелени, разные проросшие семена и сырую еду. Каждый день они встречаются с персоналом, чтобы обсудить симптомы детоксикации. Они рассказывают о сыпях, головных болях, поносе, простудных болячках и слабости. И каждый раз в группе находится хотя бы один человек, у которого нет вообще никаких признаков детоксикации. Персонал знает, что это очень плохой знак. Это означает, что в теле этого человека не осталось никакой энергии на очистку. Поэтому нужно радоваться симптомам детоксикации. Когда вы переходите на сырую еду, вы немедленно возвращаете своему телу массу энергии, и у вас должна начаться детоксикация. Если этого не происходит, это может означать, что у вас есть проблема со здоровьем. Так что если вы решили перейти на сыроедение, ожидайте, что у вас есть проблема. Продолжение следует...